Всем привет. Сегодня у меня iPad Air. Модель 1474 без сим-карты. Будем менять тачскрин. Без сим-карты немного проще снимается тач, потому что здесь нету, здесь у нас отсутствуют антенны. 1475 модель, это уже iPad Air с поддержкой Wi-Fi и вот здесь наверху у нас дополнительные антенны, что затрудняет снятие тачскрина и так, включаем фен, я ставлю на термофене 350 градусов, нагреваем поверхность. Первый. Продолжение следует... 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 Можно... Продолжение следует... 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 Итак, здесь нам придется нагреть, дабы не повредить кабель кнопки home. Аккуратно соединяем эту часть. Треснуло. Что происходит очень часто. Итак, вот то, о чем я вам говорил, кнопка home. Кабель аккуратно соединяем. Шлейф тачскрина можно срезать. Она уже не пригодится. Убираем разбитое стекло. Так, очищаем периметр. Аккуратно, не коснитесь дисплея. Для безопасного и лучшего очистки дисплея, давайте очистим углы, под которыми находятся винты, крепящие дисплей, чтобы мы смогли снять дисплей и спокойно очистить поверхность, на которую крепится тачскрин. Дисплей данного iPad, как и все остальные, крепится четырьмя винтами. Один из которых немного длиннее всех остальных. Находится он в верхнем правом углу, вот в этом. Вот он для сравнения. Этот винтик, видите, он немного длиннее. Поэтому закрутить его нужно будет туда. Откручиваем еще один. И последний. Тут он находится возле шлейфа кнопки Home. Итак, сняли винты. Уберем вот этот кусок, чтобы можно было вытащить дисплей. Снимаем дисплей, откручиваем металлическая заглушка, под которой находятся разъемы конч скрина и дисплея. И кнопки Home. Три маленьких винтика держат ее. Снимаем заглушку. Она обычно отстегивается с разъемом дисплея. Вот она у меня здесь осталась. Убираем пока дисплей в сторону. Теперь спокойно можно заняться поверхностью алюминиевой рамкой самого каркаса. Обратите внимание, здесь у нас находится камера. Не забудьте вот такую вот пластиковую прокладку между тачскрином и камерой. Вот она у меня на кусках стекла осталась. Не выкиньте ее вместе с разбитым стеклом. Чем острее ваш инструмент, тем быстрее и качественнее вы это сделаете. В показатель individuals. Даже если двух видос, как там будет пластиковая . До 종итого рамку. свой инструмент металлическую лопату я постоянно натачивать до острия канцелярского ножа итак друзья я думаю поставить на паузу чтобы не терять время я думаю всем понятно уже как очищается поверхность и чем эти все стекла снимаю после этого после этого нам необходимо будет проклеить проклеить тачскрин вот у нас не проклеены будем специально специальным двусторонним скотчем который который уже нарезан видите да можно заказать на сайтах это что касается тачскрина проклеиваем полностью по поверхности вверх-низ с этим понятно и рамку то же самое проклеиваем проклеиваем боковины то же самое здесь верху внизу и после этого продолжим снимать одно вам скажу еще здесь у нас находится вот антенна вай фая вот с этой стороны вот она у меня будьте аккуратны с ней вот она здесь покажу поближе видите да она прикручена к каркасу как и на третьих айпадах вот здесь и вот здесь тоже самое ответе плюс ко всему она имеет липкий двусторонний скотч который приклеен к стеклам если потянув за стекло потянув за стекло потяните за собой антенну вы можете просто оторвать от каркаса поэтому обратите на это внимание если у вас здесь находится цельные не разбитые стекла вот предварительно нагрев термофена вы можете легко их отсоединить от антенны ну и дальше уже все как обычно и так я ставлю на паузу очищу проклею поверхности после этого продолжим снимать итак друзья продолжаем снимать сейчас я вам покажу одну из тонкостей которые необходимо да и слишком часто возникает потому что айпады 3 4 при падении как правило падают на углы на какой-нибудь из углов углы соответственно деформируются и после этого у вас не влазит тачскрин в на свою посадочную поверхность поэтому поэтому перед проклейкой возьмите свой тач который вы заказали вы собираетесь менять поставьте его поставьте его в рамку вот учитывая то что зазора между тачскрином и рамкой практически нету поэтому мельчайшая вмятина которая которая находится на углу может помешать правильной и конкретной посадки тачскрина на свое место у нас благо все нормально все углы ровные вот то есть тач у меня вот полностью сел видите его изнанкой посадил чтобы проверить как он у меня сядет обязательно это сделайте потому что потом после проклейки и посадки и после пристегивания тачскрина у вас начнутся проблемы и все это исправить будет сложно так вот если эти проблемы у вас есть если угол кривой его можно его можно срезать канцелярским ножом вытаскиваем тач просто возьмите канцелярский ночь нож сильно наточены вот таким вот образом если угол есть небольшая вмятина таким образом можно срезать алюминий с этой стороны ту самую вмятину раз два три несколько раз пройтись и все это можно исправить вот это не будет видно ни клиенту не вам и угол будет правильным правильным и тачскрин правильно ляжет итак наступаем к проклейке как я уже сказал ставлю на паузу и дальше продолжим продолжим снимать и так возвращаемся и к видео я проклеил тач как-то так должно у вас получится видите да полностью по периметру здесь нужно оставить место под кнопку home также пластик еще защитно не снята у нас остался после проклейки вот эту беду нужно заклеить не люблю вот эти всяческие печати как-то них не в тему ставят постоянно и туда куда надо так вот эту часть шлейфа загибаем чтобы знать как можете посмотреть на снятый тачскрин сейчас я наведу резкость видите да она идет практически до белой линии то есть миллиметр от белой линии чтобы не было вопроса насколько сильно ее загибать так же как она была загнута на снятом оригинальном тачскрине то есть вот так загибаем сгибаем как следует приклеиваем вот и два разъема у нас здесь остаются вот что касается стекла все понятно кнопку можно сразу поставить в отверстие свое далее алюминиевая рамка айпада то же самое видите да здесь сверху снизу кнопка кнопка home эти да контакты которые соприкасаются с тачскрином я тоже проклеил старый скотч который на ней находится обязательно его снимите ну и здесь не забудьте поставить вот это вот прокланку прокладку передней камеры в принципе все готово снимаем защитные бумажки защитные бумажки и дальше и продолжаем снимать дальше я имею ввиду видео один важный момент обязательно пройдитесь по всей поверхности чем-нибудь ощутимым чтобы вы могли почувствовать что под скотчем вот таким вот способом проходим все что под скотчем ничего не осталось это очень важно потому что если под скотчем останется останется осколок какого-нибудь стекла или там еще чего-нибудь таким вот движением очень легко можно почувствовать мельчайшее стекло оставшиеся под скотчем может привести к тому что появится щели от щели потом щель начнет забиваться пылью ну и соответственно стекло начнут приподниматься если что-то нашли таким путем то конечно снимите скотч удалите мусор там стекло или еще что-то и заклейте новым скотчем и так снимаем бумажки и возвращаемся к видео продолжаем снимать последняя часть удалили бумажки убираем в сторону кабель кнопки home чтобы она не мешалась далее ставим ставим дисплей пристегиваем пристегиваем дисплей ни в коем случае не трогайте дисплей руками чтобы не оставлять отпечатки которые потом очень сложно снимать удаляем старые разъемы пристегиваем стекло аккуратно пристегиваем стекло заметьте пластик со стекла мы еще не снимали ставим заглушку стояла в самом начале закручиваем ее тремя короткими винтами не очень удобно снимать мешает работать коллеги закручиваем заглушку теперь теперь уложим дисплей на свое место обратите внимание кнопка home у нас вот здесь вот осталось теперь закручиваем дисплей четырьмя винтами обращаем внимание что вот здесь вот вот здесь вот в этом углу у нас самый длинный винтик идет он немного длиннее всех остальных закручиваем его на свое место и три одинаковых у нас уже идут остальные три ума и 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 все она есть. О отпечатках я не говорю. Если вы умулились их оставить, то обязательно их конечно удалите. Никакого спирта не должно быть такой мягкой тканью. Потому что если спирт попадет на поверхность данного дисплея, придется вымывать весь дисплей полностью. Максимум, что можно сделать, это подуть и протереть мягкой тканью. Желательно новой. Далее, с этой стороны у нас осталась кнопка Home. Вот вам покажу. Вытаскиваем ее. Наклеиваем на место, которое мы здесь оставили. Под нее специально остатки скотча. Освобождаем от бумажек. Укладываем кнопку Home. Обязательно проверьте клик, чтобы он был на кнопке Home. Я ее поставил. Можно ее подрегулировать, потому что она немного не достает своего контакта. Достаточно ее вот так совсем не сильно изогнуть в другую сторону. Поставить и проверить еще раз. Это очень часто бывает. Когда снимаете кнопку Home, вот эту металлическую рамку, она изгинается. И потом, когда ставите ее обратно, она просто не достает до основного контакта. Поэтому ничего страшного. Регулируйте ее на месте. Появился клик. Вот она у меня. Пробуем с этой стороны. Обратите внимание, чтобы она не выпирала сильно. Соответственно, если не выпирает, то подогните рамку еще раз. Также проблема может быть скотча, на который вы ее посадили. Если скотч слишком тонкий, то скотч должен был такой средней толщины. В общем, все это дело регулируется. Далее, вот этот скотч, который у нас здесь вот я наклеил возле кнопки Home, его лучше, внутреннюю его часть лучше удалить, потому что он может немного помешать правильной работе кнопке. Тут совсем немного. То, что касается окружности, вот эту вот часть лучше удалить. Лучше удалить. Итак. Сжимаем на две кнопки до появления яблока. Уже, наверное, всем известно, что когда снимаете экран с... отсоединяете экран от... от материнской платы, то потом при повторном его подключении он гаснет. Поэтому достаточно нажать на две кнопки, чтобы его зажечь вновь. Убираем защитный пластик с тачскрина. И аккуратно укладываем. Аккуратно укладываем. И уже попасть успела. Аккуратно укладываем тачскрин в свое место. Особое внимание обратите на шлейф, который должен уйти внутрь. Ни в коем случае не под стекло. Он должен уйти внутрь в свое отверстие. Поэтому начинайте укладку вот именно с этого места. Соединяем тачскрин. Смотрите по периметрам.